Лев Крыленков, наблюдатель Петербурга. Сперва несколько слов про образование нашей организации. Возникло оно как общественное движение в 2011 году после думских выборов и выборов ЗАГС в Санкт-Петербурге. И, собственно, когда многие гражданские активисты сами пошли на избирательные участки на думских выборах, чтобы посмотреть, как власть сама себя переизберет, как она собирается это делать. И то, что они увидели на избирательных участках, повергло их в шок. И возникла задача, соответственно, каким-то образом скоординировать силы уже для наблюдения на президентских выборах. В тот момент образование организации было совершенно не централизовано. Координаторы возникали из ниоткуда, сами брали на себя какие-то задачи, привлекали людей. И, по сути, это была самоорганизующаяся система, которая общий вопрос каким-то образом умудрялась приводить к общему знаменателю и совместно решать. Например, была задача обучить гигантское количество наблюдателей, чтобы они были маломальски подготовлены для наблюдения на президентских выборах. И кто-то ездил на обучающие лекции голоса, кто-то ездил на обучающие лекции гражданина-наблюдателя, на партийных каких-то тусовках учились. Обучали других людей, которые обучали других людей. В общем, возникла самообучающая система и удалось через нее провести более 3000 человек. Доходило до того, что одновременно в разных местах города шли по три лекции в один момент. Ну вот, собственно, что двигало этими людьми, то, о чем говорил Федор в своем докладе. Если мы посмотрим, то на вопрос анкеты, которая была роздана наблюдателем перед президентскими выборами, основная часть ответила, что цель наблюдения для них – честные выборы. Все помнят этот замечательный лозунг «Мы не выбирали этих сволочей, мы выбирали других сволочей, верните нам наши голоса». Далее – это получение опыта, и только 7% ответил, на вопросы можно было, очевидно, отвечать совместно на некоторые. Говорили, что им важна победа какого-то определенного кандидата. Значит, было принято решение создать распределенные колл-центры по колл-центру на район, который обеспечивал деятельность наблюдателей на участках, координировал работу мобильных групп, пытался дать по мере сил какие-то юридические консультации. Ну вот, один из таких импровизированных колл-центров. Для многих людей, например, сбор информации в тот день, как, впрочем, и для меня, закончился в полицейском участке. То есть, довольно сильная была у людей мотивация, и, повторюсь, что не было никакого такого центра, который заставлял наблюдателей собирать информацию. Скорее, те люди, которые принимали эту информацию, пытались как-то увернуться от того потока, который возник. В день выборов сбор информации происходил с трудом, потому что в основном это были эмоции. Но вот после выборов была создана развернутая анкета. Одних только классификаций нарушений, возможных на выборах, было предусмотрено 74 пункта, и 960 человек вот эту гигантскую анкету заполнили. Более того, на сайте наблюдателей был создан движок, куда любые желающие могли поместить свои истории о том, как происходило, как развивались события на участке, и таких историй тоже было довольно много получено. Значит, вот один из результатов обработки анкеты, что более 80 наблюдателей были свидетелями нарушений, и вот более половине или половине не удалось эти нарушения преодолеть. И, видимо, с этим связано то, что люди поняли, что власть почему-то не уходит от их наблюдений, и энтузиазм многих людей пугас. Но, тем не менее, не у всех. Появились люди, которым это понравилось. Значит, возникло уже сообщество, которое хотело наблюдать все выборы. Вот ближайшие выборы были уже в Ленинградской области, в других регионах. Возникли проекты «Едем наблюдать», которые нужно было как-то координировать. Координировались они сперва через Google форумы, это были небольшие выборы. И, в принципе, один колл-центр вместе с пресс-центром охватывал весь масштаб. Следующие большие выборы – это губернаторские и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге в 2014 году. К ним мы подготовились более глобально. Забыл сказать, что в июне 2012 года уже была создана общественная организация, членами которой стали более сотни человек. В 2014 году был создан колл-центр, и отдельно от него пресс-центр, который переваривал информацию, собираемую колл-центром, и выдавал уже новостную ленту в эфир. Основной проблемой организации подобного колл-центра стала сильная зависимость от технических решений. Была у нас реализована АТС, которая распределяла звонки. Через час работы она прекратила работать, и пришлось перейти на запасную схему с мобильными телефонами. Данные мы уже собирали не в Google форму, а в Trello. Это такой бесплатный ресурс, который позволяет координировать проекты. На текущий момент организация, если вначале она координировала скорее по географическому принципу, то сейчас выделились профессиональные моменты. Люди стали заниматься то, чем им интересно. Кто-то продолжил заниматься наблюдением на выборах, кто-то стал обучать, кто-то ездить в регионы, появились у нас СМИ с одноименным названием, аналитический центр. Мы стали отвечать на вызовы времени. Когда возник закон о формировании участковых комиссий сроком на 5 лет, мы нашли, обучили и направили в эти комиссии 1200 членов с правилом решающего голоса. В этом году возникла возможность отправить своих людей в территориальной избирательной комиссии. И мы подготовили, соответственно, 15 людей, которые из половины территориальных комиссий города охватили. И причем это не просто люди, которые сидят в комиссиях на заседаниях. Они представляют некоторую активную позицию, добиваются открытости территориальных комиссий. Собственно говоря, продолжают проект, который ввелся до этого по разным параметрам, которые территориальные комиссии должны удовлетворять законным. И если они не удовлетворяют, мы подавали в суд, судились. Следующий пункт это государство усложнило, власть усложнила доступ СМИ на избирательные участки. Мы переформатировали то СМИ, которое у нас было, сделали, стали заключать договора, чтобы была возможность техническая попасть на участки. Значит, результат тех данных, которые собирают волонтеры, позволяет решать многие аналитические задачи, которые решаются совместно как аналитической группой, так и юридическим отделом. Вот это анализ данных, собираемых с участков, которые показывают аномалии, невозможные для естественного процесса, если бы процесс голосования был бы естественным. Значит, одной из решенных задач последнего времени была задача с нарезкой округов, когда мы показали, что нарезка, которая была предложена Санкт-Петербургской избирательной комиссией, впоследствии утверждена ЗАГСом, она не соответствует закону, так как она делит муниципальное образование на части. Наше сообщество сумело разработать алгоритм и собрать необходимые сведения, чтобы автоматизированным образом найти нарезку, которая бы удовлетворяла законному федеральному закону об основных гарантиях. Вот варианты, которые были сгенерированы нами. Настолько профессионализм вырос, что некоторые наши волонтеры, так их, наверное, уже нельзя называть, доходят вплоть до конституционных судов в отстаивании законных прав избирателей. Судятся за открытость избирательных участков территориальных комиссий. Также продвигаем мы и открытость данных, связанных с выборами на разных уровнях, и на федеральных площадках, и с ЦИКом взаимодействуем. Но вот, собственно, новые вызовы диктуют необходимость переходить на какие-то другие платформы сбора данных, которые помогли бы, например, людям с современным, со смартфонами, более адекватно, да, и не загружая колл-центр наблюдать на выборах. И вот мы, наверное, представим нашу идею разработки мобильного приложения для наблюдателей. Ну и не только для наблюдателей, для поднаблюдателями подразумевается широкий круг людей, которые контролируют выборы. Вот, наверное, все. Вопросы? У нас есть 4 минуты вопроса. Раз, 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 раз. Ну, спасибо за вашу работу. В общем-то, это вырабатывает в нас надежду на том, что у нас не только будет гражданский проспект, но и гражданское общество. Вот. Значит, у меня вот вопрос. Были ли такие, скажем так, в комиссиях, комиссиях не ваши, значит, люди размещенные, а вдруг у кого-нибудь из комиссии вдруг прорезалась совесть. И они вдруг пришли к вам и сказали, о, ребята, тут же ведь вот такие вот. Меня этот вопрос давно интересует. А вот интересно вот по вашим фактам. Это что, 0,01% или факты какие-то есть? И второй вопрос, это вы сняли, Почтена? Ладно, это я жучу, что вы, но, тем не менее, спасибо, что вы сняли. Ну, давайте я начну со второго вопроса. Очевидно, что агрегировали и собирали данные, и подготавливали по всем последним выборам данные мы. И, возможно, эти данные были использованы для снятия Починена. В то же время, конечно, снятие Починена для нас вызывает много вопросов, потому что это было не было широкого обсуждения. Собственно, непонятно, за что его сняли и почему поставили другого человека, который, собственно, говорит, что работа, он не видит проблем в работе предыдущей комиссии. И, как бы, с нашей точки зрения, ничего не произошло позитивного. Значит, что касается первого вопроса, есть люди среди наблюдателей, которые полагают, что работа с председателями комиссии должна быть чуть ли не основной, что можно давить на совесть, что вот совесть может в них проснуться, и можно привести, вот таким образом добиться, что будут снижены фальсификации. Возможно, в каких-то моментах это и происходит, но вот я к числу этих людей не отношусь, поэтому эту точку зрения мне сложно отстаивать. Я не считаю, что можно… Если они и были, то единичные, возможно, меня поправят. Да, у меня такой вопрос по структуре волонтеров. Как происходит разработка новых проектов? Вы ищете координаторов до этих проектов специально, или просто к вам приходят люди, и потом в зависимости от ваших ресурсов вы уже развиваете какие-то программы? Или вы специально как-то ищете, и тогда как вы их ищете? Спасибо. Ну, как я сказал, последние проекты последнего времени у нас возникали, исходя из того, что власть быстренько переформатирует законодательство или что-нибудь еще. И вот у нас обычно 20 дней на решение какого-нибудь вопроса, как в случае со СМИ. Находятся тут же люди, которые готовы зарегистрировать ООО. Мы кидаем в социальные сети призыв к тем, кто хочет стать журналистом на тех условиях, которые прописаны в законе. И вот более сотни человек отзываются, и буквально за неделю-две у нас появляется новое направление из 100 журналистов. И эти журналисты сейчас посещают, например, все заседания территориальных комиссий, готовят по ним отчеты, мы их публикуем. И в комиссии сейчас территориальные намного более открыты, чем, скажем, были год назад, два года назад. Коллеги, еще вопросы? Если нет, то большое спасибо.